Почему у нас никто ничего, кроме Центробанка, не сказал о феерическом росте цен на квадратный метр? Вы не так сказали так, а зачем это так? А вот нехорошо. А то, что вы льготной ипотекой все это разогнали при сжатии стройки, вам это в голову не приходило? Вообще учебник экономики средняя школа, даже не вуз, средняя школа. За последний год доля ипотеки, выданной с начальным взносом 20% и ниже, то все остальное будет ипотечный кредит. Составила 45% всех выданных кредитов ипотечных. Риски понимаете? Это пузырь или еще не пузырь? Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии Географического факультета МГУ. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сразу начнем с того, что сказал наш вице-премьер, господин Белоусов, про металлургов, про нахлобучку бюджета и государства. Давайте просто скажем для начала, что господин Белоусов говорит, что отчетность у них потрясающая, что у них все растет, у них все хорошо, у металлургов. Действительно ли это так? У вас отчетность та же, что у Белоусова? Год был действительно хороший, они получили значимую прибыль. Тут два момента. Металлургия, как угольная отрасль, она очень волатильная. Один год как бы вершки, другой корешки. Да, действительно, мировые цены на металл пошли хорошо вверх, и они заработали дополнительно. Но поскольку металлургов на Швеции премьер не любят очень давно, как и производители минеральных удобрений, он на это внимание обратил. Металлурги ответили, тоже разумно, что в этом году, в 21-м, они вот с той прибыли заплатят два раза больше налогов, чем годом раньше. Два раза. Потому что прибыль действительно выросла. Вторая. У них гигантская инвестпрограмма. И она не просто так, по хотелкам. А на металлург ложится сейчас вот этот самый углеродный налог тоже. Им надо модернизировать производство, иначе их металл сильно не пойдет в Европейский Союз. Поэтому, ну я не знаю, почему так страстно уважаемые первые вице-премьеры не любят именно металлургию. Ну может с нефтянкой еще подумать, посмотреть, там тоже можно чего-то увидеть. Короче говоря, я с ним не согласна. Да, хотели делать НДПИ на руду. Возможно. Налог на добычу полезных ископаемых, это возможно. Но, опять же, ни сию секунду, ни сразу, ни с объявлением войны публичной, от которой падают акции. И действительно у них акции в обращении, огромное количество акционеров. Поэтому вот такие методы запугивания публичного мне глубоко не симпатичны. Просто совсем. А дальше можно разбираться. Да, вот в чем причина, вы же понимаете. Металлурги поставляют металл в том числе и бюджетным стройкам. Ну, как было сказано, инфраструктура и оборонка. О том и речи, и оборонки. Это стоя миллиардов, вот именно оттуда насчитано, сколько переплатил федеральный бюджет. Он эти деньги хочет, как бы, ну, эту утрату компенсировать. Можно садиться и как-то обсуждать. Но вот публичный наезд, это до такой степени не метод. Это показывает до такой степени, какими рычагами пользуются государства. Первое из них запугивание. Я, кстати, очень уважаю Металлургов и Лисина, который, он это объявлял, да? Ну, вся ассоциация российская сталь. Они ответили. Они ответили. Они не сделали там ручки домиком, да? Они ответили, объяснили, почему это не так. Ну, слушайте, уже вот как бы... Я прочитала это интервью с карандашом, очень внимательно. Там базовый вывод, знаете, какой. Мы все делали отлично. У нас всегда все получается. Мы всем помогли, как могли. Все хорошо. Я как-то понимаю, что высокие начальники, они не рефлексируют. Но вот то, что не все хорошо, это медицинский факт. И следом РБК подверстало обследование, которое провел бизнес-обмунсмен, не могу это слово выговорить, да, ТИТО, где 45% представителей малого бизнеса сказали, что они не получили ничего. И четверо действительно получило, там 10% не знали. Ну, как-то так вот. 45% этой выборки не получили ничего. А нам говорится, что на зарплату вот эти кредиты, розданные на 500 миллиардов рублей, и 460 как бы было зачтено, и эти кредиты не возвращали. Они были с условием, что вы не сокращаете людей. Отлично. Но понимаете, в чем дело? У нас малого бизнеса много. И вот эта страшная цифра 500 миллиардов рублей. Ну, давайте так. Вот вы представляете, сколько у нас деток, да? У нас примерно должны были получить эти детские пособия 22 миллиона детей. Семь детям по 10 тысяч. И это суммарно будет где-то 220-240 миллиардов рублей. По 10 тысяч. Как вам зарплатных? А там 500. А малого бизнеса всякого вида в России, как он сам гордо сказал, больше 20 миллионов человек. Ну, примерно... То есть сопоставимые цифры, по идее, да? Ну, да. Ну, вот и по 10 тысяч, и... Ну, вот вам и арифметика. Она такая простая. И цифра 500 миллиардов, которая выглядит ого-го как. Вот вдруг скукоживается. По два раза по 10 тысяч. Не, вру. Это один раз. Один раз по 10 тысяч на нас. А два раза вот ровно примерно эта сумма будет. По двадцаточке. У нас двушечки и двадцаточки. Самые популярные такие числа. Ну, вот так. Наталья Васильевна, возвращаясь опять же к этой формуле про 100 миллиардов, которые нужно вернуть каким-нибудь способом. Меня, человека со школьным всего лишь уровнем экономики, что зацепило? Вот, может быть, вы мне сейчас как раз и объясните. Он говорит, да, мировые цены выросли. Но мы-то внутри хотим по другим ценам. Государство продавайте по другим ценам. Насколько это вообще рабочая модель в современном мире? Это не рабочая модель, потому что в рыночной экономике глобальный мир и страна – это сообщающийся сосуд. Ну, вот так. Так устроена глобальная экономика. Это, конечно, тут я с Лисиным согласна, отчасти госплановское мышление, что вот мы закрыли, будет так, как сказали. Мне это очень не нравится. Но все мы знаем, что уважаемый первый вице-премьер государственный. Он, в принципе, никогда не скрывал, что он сторонник некоторого такого элемента в плановой экономике. Да, да. Он таким был, когда был научным сотрудником. Он себе не изменяет. Он очень цельный человек. Он себе не изменяет. Абсолютно. Но это будет подрывать рынок. Так же, как вот все эти вещи с зерном, с подсолнечным маслом, с регулированием, с вывозными бесконечными пошлинами – это ломает рынок. Но интересы государства, видимо, важнее рынка. А рынок, он знаете, что сделает? Он потом отыграется. Или вы это все будете регулировать дальше, больше, жестче и сильнее. Но тогда уже про рынок мы, наверное, скоро перестанем говорить. Мне бы не хотелось. То, что еще повторю, я уже много где говорила. Агросектор российский – это одна из самых успешных отраслей. Металлурги, они все частные. Понимаете, почему играться-то можно? Все частные. Частник – он сволочь изначально. Так, видимо, считают правительственные. И с ним можно делать, что хочу. Понимаете, вот когда кидают настоящему Игору Ивановичу 2 триллиона льгот на эту таймырскую нефть, там все нормально. Потому что компания государственная, человек государственный. А эти сволочи-частники, которые как бы работают на прибыль, но в некоторой части, видимо, российских властей эта мотивация не очень понятна или даже хуже не очень приветствуется. Тогда совсем печаль. Печаль. Ну, раз уж мы говорим о регулировании, давайте скажем о регулировании цен на продукты. Тем более, что завтра как раз кончается тот самый этап первого регулирования. Захар или что? Да, 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 да. Вот продукты. Ой, как интересно. Вот что ждать? Во-первых, сделали товарный запас. Об этом же сказал уважаемый первый вице-премьер. Что закупили по миру, сделали товарный запас. Поэтому подушка какая-то безопасности есть. Во-вторых, я еще раз, я с карандашом читала. Просто внимательнейшим образом. Он сказал, ну, производители же понимают, что не надо повышать. Вы чувствуете такой скрытый посыл в этой фразе? И все все поняли. Все все поняли. Тебе же будет хуже, если ты пойдешь. Но уже устала, повторяю. Помогите бедным, для которых эта цена на сахар и на подсолнечное масло важна. Но мы же еще не создали социальное казначейство. У нас же еще в процессе. Поэтому, если бы вы таргетировано помогли малоимущему населению, для которого это реально важно, и не надо было насиловать производителей. Рынок как идет вверх, так я уже где-нибудь, помню, говорила, но что у нас в 2018 год было типа 44 миллиона тонн производства сахарной свеклы. А в 20-м, да, 36. Не урожай и площади сократили, потому что было перепроизводство годом раньше. А агросектор, кто не знал, его нельзя запланировать. Он от погоды еще зависит. А тут еще было перепроизводство. И цена на сахар грохнулась, когда было перепроизводство. Боюсь соврать, все-таки 18-й или 19-й. Она грохнулась почти вдвое. Мы сейчас, знаете, по этой цене куда вернулись? На 18-й год. На 18-й год. Но поскольку электоральный процесс, поскольку населению надо показать сильную, заботливую, я бы сказала, теплую, пушистую руку государства, ну, показывают как могут. А металлургия другое. Это бюджетные деньги в чистом, незамутненном виде. Бюджетные деньги. Потому что гособоронзаказ большой, он никуда не делся. Страна, вернее, власти российские, настраиваются на большие стройки века, инвестпроектов. И пугнуть ребят и сказать, что вот будете так себя вести. Ну, слушайте, ну, была мера нормальная, он ее назвал, и я с ней согласна. Да, что пошлину поставить на экспорт лома. Из лома делают эту арматурину. Просто и не затеяли. Вы тогда на стройках все-таки цена... Кстати, он так честно сказал, что стоимость арматуры металлической в цене квадратного метра 1, 2, 3 процента. Поэтому гособоронзаказ. Ну, и крики девелоперов, которых в России слышат гораздо лучше, чем всех остальных. Потому что интересов в девелопменте очень много у чиновников разного уровня. Я как раз хотела у вас спросить, почему представленность, даже если посмотреть по региональным законодательным собраниям, по городским советам крупных городов, что не ткни, как говорится, каждый четвертый, пятый, как минимум. Это либо застройщик, либо девелопер. Ну, вот, застройщик он и есть девелопер. Ну, да, да, да. Ну, там детали. Либо представитель региональной торговой сети. Это сейчас вот такой основной бизнесовый кусок наполнения. И плюс профильные предприятия, крупняк, который представлен местным директоратом. Вот это и есть наши ЗАГСы. Да, они так устроены. Тут я с вами полностью согласна. А почему именно строители так широко представлены? Почему они так рвутся? Потому что если говорить о крупных предприятиях, там это скорее символизм какой-то. Один, два присутствуют. Это да. А вот застройщики, они идут прям клином. А детский вопрос. Почему еще местная торговая сеть туда же? Земли, отводы, разрешение на строительство. Дальше говорить, или мы уже все поняли. Нужно лоббировать свои интересы. Именно в регионах. Это не федеральная история. МОС-область. Там не сами будут застройщики. Там будут сидеть их лоббисты. Потому что, ну, покрупнее. Это, извините, каждый девятый квадратный метр в стране в Московской области вводится. В Москве по-другому. Несколько там они где-то маячат в стране и лоббируют через мэрию. Потому что там, ну, ЗАГС московский, или как у нас, Дума московская, да. Она не проект. Она не проект. Поэтому вот девелопмент имеет, это как бы по интересам. Теперь по экономике. Стройка имеет большой мультипликативный эффект. Это спрос на металл, на стройматериалы. И это начинает разгонять экономику, когда она растет. Она у нас падала с 15 по 19 год. У нас вот жилья упал на 8%. В 2020 году еще на 2%. Ну, считайте, десяточка. И выдали ипотеку, и народ побежал. И вот вам, почему у нас никто ничего, кроме Центробанка, не сказал о феерическом росте цен на квадратный метр? Вернее, так сказали, так, а зачем это так? А вот нехорошо. А то, что вы льготной ипотекой все это разогнали при сжатии стройки, вам это в голову не приходили, вообще учебник экономики средняя школа, даже не вуз, средняя школа. Но хотели как лучше, как всегда. Поэтому вот сейчас я посмотрела рост цен по январю-апрелю. С января по апрелю, давайте так. Он плюс 17%. Это сильно. Я сейчас боюсь соврать, не помню, да, но суть в том, это по Москве мерили или какой-то они мультипликатор сделали российский. Но цены выросли очень существенно. А, это считали банкиры. Потому что очень славно смотреть. Центробанк беспокоится. Но вы знаете, что за последний, по-моему, год, вот все-таки надо быть аккуратной со словами и цифрами, за последний год доля ипотеки, выданной с начальным взносом 20% и ниже, то все остальное будет ипотечный кредит, составила 45% всех выданных кредитов ипотечных. Ну, риски понимаете? Это пузырь или еще не пузырь? Центробанк, скорее всего, не допустит. С августа он вводит ужесточение, резервы надо банкам увеличить. Банки все как один, от Сбера до кого хотите. Все говорят, да нормально, нормально. У нас просрочка в ипотеке небольшая. Это правда. Просрочка в ипотеке небольшая. Но когда я сегодня прочитала о том, что у нас в среднем заемщик тратит 12% всех своих душевых доходов на обслуживание кредита, это в среднем. А еще микрозаймы, которые выросли на 35%. Вот когда на все это смотришь, народ пошел. И больше всего, кстати, выросли необеспеченные потребительские кредиты. Но просто пошел, на что-то взял. Их рост. У них пропорция такая, что где-то 40% в этой ипотеке, она всегда понадежнее. Потому что люди все-таки думают, прежде чем брать. А вот где-то 50% с лишним хорошо, и это необеспеченная потребительская кредитовая. Вот там риски еще сильнее. Напомню, мы говорим с Натальей Зубаревич, профессором кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ. У нас впереди Петербургский экономический форум. Туда все губернаторы, скорее всего, приедут. Ну, почти все, многие. Это в некотором смысле такой сбор после двухлетней паузы. И, соответственно, наверное, кто-то чем-то поедет дохвалиться. А как регионы подходят? Как они эти два года провели? Есть ли явные лидеры, кто сумел адаптироваться? Их можно поставить в пример. Явные аутсайдеры. Вот вы знаете, вы не первый, не пятый, не десятый, кто мне задает этот вопрос. Ну, интересно же. Кто производится лучше, кто хуже. А я всегда отвечаю. А как смотреть будет? У кого-то сильный спад промышленного производства. У кого-то, почему у других чаще, очень сильный дефицит бюджета. У кого-то динамика безработицы до сентября росла так, что, мама, ты моя. И это все будут практически разные регионы. Вы как вот эти все в одну корзинку яички сложитесь, и что у вас за яичница получится, когда вы можете сказать, вот у вас и хуже, у Пети и лучше. У кого, смотря, как смотреть. Если мы берем дефициты бюджета, то, извините, самые тяжелые ситуации – Тюменская область и Кемеровская область. Но у Кемерово промышленность падала, а у Тюменской области тоже падала, но ей просто не помогли. Поэтому вот, ну, я же не буду сейчас вам читать лекцию по всем индикаторам. Это даже забавно. Давайте обобщенно скажем. И этот кризис в целом сильнее ударил по более развитым регионам, которые зависят от налога на прибыль. Те, у кого этот налог на прибыль днем с огнем искать, а живут они в основном на трансфер, по ним, по их бюджетам, этот кризис ударил, ну, мягко говоря, совсем никак. Подождите, но это же несправедливо. Я просто помню, сам лично видел, как еще и Медведев, будучи президентом, и Медведев, будучи руководителем правительства, и его заместители всегда говорили, регионы, научитесь уже делать налог на прибыль. Вот тогда мы вам всегда поможем, мы вас тогда не бросим. Вот на что вам надо стараться работать. И в итоге... И давайте поговорим про прибыль в Ингушетии. Хотите со мной про нее поговорить? Или расслабимся сразу, и вы мне будете задавать следующий вопрос. Про прибыль в Крыму, у которого дотационность выше 70%. Но если там нет бизнеса, который платит налоги, это же основной налог на прибыль. Платят же немалые... Как же так? Крым — это все бизнес. Крупняк. Это же такой вот именно мелкий и средний бизнес, который должен там работать, потому что это туризм. Туризм — это же оно и есть, нет? Нет, потому что малый бизнес платит налог на совокупный доход. Его доля в доходах бюджета в среднем по субъектам — 4%. А налога на прибыль в жирный год — 20 с лишним процентов. Поэтому основные плательщики налога на прибыль — крупные компании. А крупные компании в России, как правило, экспортно ориентированы. Плюс банки. Банки в основном по Москве, а экспортно ориентированные компании зависят от конъюнктуры цен. Вот у металлургов к концам года слеглось, и они заплатят больший налог на прибыль. У нефтянки, увы, не очень. Мягко говоря. У угольщиков только в 21-м году начало выправляться. Тоже был провал. Поэтому налог на прибыль платили меньше. Итак, относительно развитые, экспортно ориентированные регионы. Ну и столица нашей родины — Москва, которая потеряла прилично, ну в миллиардах рублей, в процентах не очень. Но ей-то чего? Она пойдет и займет. У нее проблем-то нет. Никаких проблем. Они на 300 с чем-то миллиардов объявили программу заимствований, и они прекрасно займут и прекрасно отдадут. И это мы с вами про бюджеты. А про людей. Вот тоже Северный Кавказ. Уезжали куда-то торговать. Где-то там не совсем в формальных условиях работали. Да в том же, и на Ямале, там, в Хантах. Все, все сжалось. Поэтому у людей на Северном Кавказе ничего хорошего к подоходам нет. Но те, кто сидел в бюджетке, продолжают сидеть. Да все как бы, как и есть, как и в Москве. Поэтому нет единого ощущения, но точно, совершенно этот кризис ударил по малому, среднему бизнесу, который концентрируется в крупных городах. Но прежде всего мы услуги, а он в основном в услугах, потребляем там. И несмотря на вообще прав, господин первый вице-премьер сказал, что у нас за 20-й, простите, год малый и средний бизнес не сократился. Это правда. Это правда. Поддержали численность, в том числе и теми мерами. Они выплачивали вот эти 500 миллиардов на зарплату, отложили платежи по налогам. Да, это правда. Но я повторю уже в который раз. Мы отрапортовали по 20-му году. Давайте дождемся конца 21-го и посмотрим, как уже. Хотя сейчас меры поддержки, они на этот год тоже пролонгировали. Сколько, он деликатно не сказал, сколько заложено. Ну вот как-то так. Держит интригу. Возможно. Но суть-то в том, что вот когда закончатся меры поддержки, мы должны пересчитать на поле боя, кто остался, кто выжил. А когда костыли закончились, получится дальше работать или не очень? Я только одну цифру скажу. Почему я сомневаюсь? Потому что с 17-го, простите, года, по первый квартал 20-го, то есть до ковида, малый и средний бизнес потерял миллион занятых. До ковида. То есть, понимаете, когда нет мер поддержки, но есть кислотная институциональная среда Российской Федерации, неизбывная, бизнес сжимается. Сейчас, да, пока поддержали, посмотрим, что будет дальше. Еще раз, спасибо, что поддержали. Но бизнес-омбудсмен сказал, что досталось еще раз. Четверти. А 45 обращались, но не получили ничего. Поэтому я не буду сводить, как бы, уважаемого первого вице-премьера и не менее уважаемого бизнес-омбудсмена, но вот какая-то нестыковочка получится. Будем надеяться, что они встретятся и поговорят в том же Петербурге, например. Мы сейчас послушаем новости. Сразу после новостей продолжим говорить с Натальей Забаревичем. Скажите, пожалуйста, у вас срастаются две цифры. Количество заболевших к конце мая 2020 года меньше, чем в конце 2021, согласно официальной статистике. А я мая еще его не вывешивали. Он будет в первую очередь. Я имею в виду ежедневные цифры, которые статистика публикует. Да, это все понятно, но на основании этих цифр, как бы, нам говорят, принимаются решения. И в прошлом году отменяют ЕГЭ, ОГЭ и так далее, а в этом ничего не отменяют. Приладились. Ну, во-первых, все понимают цену этих цифр. Я считаю каждый месяц, последние данные были по март включительно. Вот апрель сейчас появится в первых числах имени. 462 тысячи избыточной смертности. И тот же, крайне уважаемый, первый вице-премьер, сказал, что осенью заболеваемость была намного выше, но локдаунов не вводили. Он сказал, потому что мы уже подготовились, мы уже понимали, что это за зверь, с чем его едят. Уже развернули мощности. А я к этому абсолютно правильному утверждению добавлю свое. Поняли цену вопроса. Если еще раз закрыть, экономика пойдет к чертовой матери. И это, конечно, публично не произносится, но этих двух-трех месяцев хватило, чтобы увидеть масштабы разрушения. Поэтому и это вторая причина, по которой не вводили локдаун. Все, приладились. Звучит довольно цинично, но разумно. По крайней мере, логично. Ну, смотрите, людям предложили вакцину. Большинство не захотели. Мы же понимаем темпы. Третья волна, да, она растет, но она еще до пика второй уж совсем не дошла. И смертности меньше. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Ну, честно говоря, 462 тысячи. Какая страшная цифра. Это избыточный полмиллиона. Да, это средний областной центр Российской Федерации. Да, с марта, ой, простите, с апреля 20-го по март 21-го. То есть фактически 12 месяцев. 462 тысячи, если считать, сравнивать с теми же цифрами предыдущего года, вот за этот же период. Да, да. Ну, вот с другой стороны, сейчас уже есть возможность как-то поберечься. Ну, вакцинируйтесь. Ну, тут у меня нет ответа, потому что другого населения у нас для вас нет. Люди сами принимают свои решения. Принуждать каким-то образом надо? Нельзя. Вот то, что попытались в Якутии, я не знаю, с какого там испуга они так это гордо объявили, очень странно. Потому что это нарушение законодательства. Они, видимо, рассчитывали на то, что ведет там обязательно это как-то Роспотребнадзор. Ну, смотрите. А давайте у нас просто сейчас закончится реклама. Я чуть-чуть вас спрошу про ковид и про обязательную вакцинацию, и мы потом перейдем еще к другим темам, тоже скорее экономическим, чем. Да, хорошо. Ну, просто это важно, но это важно. Надо проговорить. Сколько у нас еще до конца рекламы? Начинаем? Угу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот одновременно, нет, чередуя слова, да нет, все хорошо, мы уже вышли, и ой-ой-ой, все легли и померли, но я не представляю такой формат пиара, который бы выдержал вот это сочетание. Поэтому не получается. А про людей, ну, во-первых, честно, до весны в регионах многие хотели, кто хотел, вакцины не было. Фактически ее начали в регионы поставлять существенно позже, чем в Москву. Второе. Ну, а вось да не вось, я уже, нет, тяжко все время банальности говорить. Это наше все. И третье, это некое недоверие к государству. А что это вы там нам вколите? А чипировать тоже будете? Да нет, ну, чего обсуждать. Пусть вот социологи, социальные психологи... Я понимаю, тут скорее вопрос последствий. Ну, просто есть... Я уже сказала. Нет, нет, я о другом. Вот смотрите, дело ведь в том, что рано или поздно нас это догонит. Или государство адаптировалось к такому режиму жизни? То есть у нас есть количество коек, а все остальное, как говорится, уже проблема населения. Нет, ну, так цинично нельзя говорить, когда умирает столько людей, это проблема и людей, и власти. 462 тысячи с апреля 20 по март 21 избыточных смертей, это очень много. Но то, что адаптировалось технологически, это правда. И койки развернули, и сделали какие-то лекарственные запасы, и вывела эти закупили, хотя они, как правило, особо не помогают. Есть такое. То есть переполненных госпиталей, ну, не будет. Я очень на это надеюсь. Хотя в декабре в некоторых регионах дело шло просто к такому, что называется, потолку. Дальше. В принципе, люди тоже как-то адаптировались. И вот острота проблемы, политическая острота проблемы, она уходит. Это так заметно. Поэтому можно не педалировать. А дальше? Да, можем ли мы дальше ждать экономических последствий того, как другие страны, которые вакцинировались и которые пережили острую фазу, у них не будет такого количества заболевших, будут жить уже более-менее нормальной жизнью, а нам придется все время перерабатывать вот это количество людей, которые заразились? Ну, не могу ответить. Я не эпидемиолог, это первое. Второе, то, что в последнюю очередь откроют Европу для тех, кто хотел путешествовать, ну, это абсолютно понятно. Это плата за это. Тем более, наши вакцины не верифицированы в Евросоюзе, они не оттестованы. Поэтому, вы знаете, сколько мы сэкономили? Два миллиарда долларов на внутреннем туризме. То есть не уехали люди, чтобы тратить за границей. А плюс два миллиарда – это добавочка к нашим бизнесам. Неплохая история. Поэтому власть ничего не будет как бы запрещать наше. Там, с другой стороны, все очень хорошо затворено, да, форточка маленькая есть какая-то, но и не более того. Поэтому это живо благо с точки зрения бюджетных доходов, доходов бизнеса. То есть смотря с какой стороны смотреть. Понятно. Вы сказали 2 миллиарда долларов, да, если я правильно понял. Это всего лишь в 4 раза больше. Но это расчеты, что не ушло из страны в виде выездного туризма. Не ушло из страны. Это всего лишь в 4 раза больше, чем мы даем Белоруссии. Насколько для любого российского региона 500 миллионов долларов – это существенная сумма? Давайте считать. Ну, грубо переводите. 500 миллионов нам надо на 75. Это у нас получается так. Я считаю, в уме все хуже и хуже. Можно дать на 100 умножим. 500 миллионов, 5 миллиардов, 50 миллиардов. Ну, где-то это будет под 40 миллиардов рублей, получается. Бюджет маленькой области годовой. Ну, у Курганской больше. У него там 56-60. И это бюджет относительно небольшого региона. Ну, чтобы вы понимали, у Питера 700, у Московской области больше 700, у Москвы 3 триллиона. Псков, да, это будет полтинничек. Вот где-то так, поменьше, там, сороковничек. Ну, считайте, что обделили Псковскую область. Дотихнуть и что нашему бюджету эти деньги? Не так много. Ну, это вы иронично говорите? Нет, я абсолютно спокойна. Федеральный бюджет 20 триллионов рублей. 20 триллионов рублей. Мы сейчас с вами говорим. Примерно о 40 миллиардах. 22,2. И это 0,2 процента. Федеральный. Региональный бюджет суммарно 13 миллиардов. Стало быть, это будет 1,3, 130, а мы говорим о 40, 0,3 процента. Насколько это имеет экономический смысл? Про политический смысл мы с другими экспертами поговорим. А какой экономический смысл имеют эти кредиты? Ну, какого. Это к экономике не имеет ни малейшего отношения. То есть, другой опер. Если говорить о белорусских предприятиях, которые так или иначе будут получать, в том числе, эти деньги. Они технологически в каком веке? Они современные? Они имеют какое-то значение для тех, кто мог бы, хотел бы их забрать? Или это совершенно никому не нужная уж история? Ну, почему же? Беларусь калий. Процентов 80-85 на экспорт. Валюту гонят. Наши производители удобрения вот сейчас, за январь, апрель, увеличили объем производства на 17%. Востребованный очень продукт. Поэтому... А Белавиа, как авиакомпания... Вот, что я говорю. Но ее сейчас полупохоронят. Это большая потеря для белорусской экономики? Нет, там главное... Для белорусской экономики нет. Ну, что она там, 80 миллионов долларов, это ни о чем. Первое, это Беларусь калий. Второе, это нефтеперерабатывающий завод. Который не самый старый. Не знаю, насколько модернизировались. Но это то, что делает деньги. Машиностроение белорусское. Ну, есть у них там одно СП с немцами. А все остальное, ну, такой поздний Советский Союз. Самое лучшее и новое, что там было, это технологическая долина в Минске. Да, вот этот вот такой вот специальный режим для айтишников. И они молодцы, они там круто развернулись. Где те айтишники? Их же сейчас принимают без всякой ограничений Литва и Польша. Потому что в этом режиме они уже работать не могут. Вот это потеряют точно, точно. А наши в первую голову смотрят нефтепереработку и Беларусь калий. Вот это ценно, потому что это хорошо направлено на экспорт. Но не Минский автомобильный сал. Потому что Огрудно Азот. Тоже смотрят. Еще одна тема, о которой хочу успеть поговорить. Мы говорили тоже в особом мнении с Аркадием Островским. И так уж получилось, довольно много говорили о Сибири и о том, что там за богатство. И почему российская власть так часто говорит о том, что кто-то хочет эти богатства забрать. И всего такое. Я хочу вас спросить, насколько Сибирь сегодня получает что-то. Потому что Аркадий Островский утверждал, что к Сибири абсолютно колонизаторское отношение у федеральной власти. Поддерживаете ли вы тезис, что Сибирь гораздо больше отдает, чем получает? Поддерживаете ли вы тезис, что там не хотят жить? Ох, как у вас все публицистически. Аркадий, при встрече скажу, чтобы когда на мою делянку залезал, чтобы сначала консультировался. Ну, что делать? Итак, как считать? Дальний Восточный федеральный ООН получает в час, ну, вместе с этими забайкальскими кусками, 15% всех трансфертов в стране. При населении 6%. Поэтому поддержка есть. Весь Дальний Восток, он дотационный, кроме Сахалина. Итак, там, где есть нефть и газ, оттуда деньги мощно довольно забираются. Там, где все остальное, это, как правило, или 50-50, сколько отдал налогов, столько примерно пришло трансфертов. Это Хабаровский край, Приморский край. Красноярск дает вверх, получает меньше. Новосибирск опять 50-50. Короче говоря, у каждого по-разному, у каждого. А если уж считать Сибирь, как ее считают географы, потому что никто мне не докажет, что Тюменская область, Ямал и Ханты-Мансийский округ – это Урал. Сейчас все брошу и пойду гулять по границам округов внутренних войск, по которым это все нарезали. Так вот, если мы берем Ямало-Ненецкий автономный округ, в жирный год, когда нефть в цене, это 27% всех налоговых доходов федерального бюджета. Сумма сойти, конечно. А выкатывали 20-24, 25, еще 10 – Ямал. Вот третий час – Ханты и Ямал. Два субъекта дают больше трети всех налоговых доходов федерального бюджета. Вот с этой точки зрения – это Сибирь, вот это, где фонтаны и качалки, и там всякое газооборудование. Она кормит страну, потому что оттуда идет нефтегазовая рента. Если мы этих ребят просто вот уберем и начинаем считать для остальных, все совсем не так, однозначно. Совсем не так, однозначно. Поэтому вынуждена сказать, что смешивание в одном супе куска мяса и картошки, да, оно дает неоднозначный результат. В смысле еды нормально, а в смысле понимания – не очень. Но отток населения ведь оттуда все равно довольно серьезный. Нет, смотря как опять. Граница проходит где-то по территории Красноярского края. Вот все, что туда в восточный, не такой уже большой, но стабильный миграционный отток. Красноярья вот на границе, да. А в западней по-разному. Новосибирская приточная, Томская почти всегда приточная. Причину мы знаем. Высшая школа, ребята приезжают учиться. Там абсолютно понятная ситуация. Кемеровская отток, Алтайский край отток. Так я, давайте я вам добавлю. Псковская отток, Новгородская отток, Пензенская отток. И дальше по списку. Вот вся эта периферия вокруг Москвы, она вся точная. Это не Сибирь. Процесс тоже сам. В общем, все гораздо более типично. То есть в смысле, что гораздо более одинаковая ситуация, чем принято думать. Никакая Сибирь в этом смысле не отдельная. Она очень классная. А Сибирь, нет, Дальний Восток несколько отдельная, потому что он весь чохал в минуса. Ну да. Так, пожалуйста, на Европейский север. Коми, Архангельская, Мурманская. Отток. Все то же самое. Спасибо большое. Я напомню, что мы говорили с Натальей Зубаревич, профессором кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ.